МАЙС ТВ С 26 февраля авиакомпания «Россия» начнет летать по своим зарубежным направлениям из нового терминала-1 аэропорта Пулково. Таким образом, обслуживание всех вылетающих и прибывающих рейсов компании по России, СНГ и дальнему зарубежью будет осуществляться в одном месте, говорится в сообщении перевозчика. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не поддерживает идею создания в горном кластере Сочи и горной зоны, сообщает Интерфакс. «Я против создания там и горной зоны. Мы способны решить наши экономические задачи путем использования построенных там гостиниц, отелей и спортивных объектов по назначению. Вовсе не обязательно ставить рулетки и класть зеленое сукно», — сказал Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Сочи. «Я считаю, что мы сделали прекрасный горнолыжный центр для того, чтобы там отдыхали и наши граждане, и иностранцы. Туда не нужно тащить и горную зону. Это специфические виды досуга. Они не совсем сочетаются», — заявил премьер-министр. В Израильском культурном центре в Москве подписано соглашение о льготах для медицинских туристов между авиаперевозчиком «Эль-Аль» — израильской авиалинии, и Ассоциацией медицинских компаний Израиля. Ассоциация была создана в конце прошлого года. В ее составе уже 25 фирм. Документы еще 10 кандидатов находятся на рассмотрении. При Ассоциации сформирована комиссия по анализу возможных жалоб клиентов, в которую вошли нейтральные специалисты. Если заявителю оказана некачественная услуга, ему выплатят компенсацию без дополнительных судебных разбирательств. Подписанное между Ассоциацией медицинских компаний Израиля и авиакомпанией «Эль-Аль» соглашение касается ряда конкретных льгот-любикам, людям, вылетающим в эту страну на лечение. Размер скидок — 10% для всех тарифов в эконом-классе и 15% в бизнес-классе. Причем не только самому пациенту, но и двум сопровождающим. До встречи в следующих дайджестах!